Девушки отдыхают Дедушка! Дедушка! Пятёрка! Дедушка! Своей такой ученик, ее начало, прежде всего, критическое, и поэтому пейзаж играет у него подчинённую роль. И всё-таки? Вспомните, что вы проходили в школе? В школе мы проходили, кажется... А почему кажется? Я вообще читал Салтыкова-Щедрина. Я его люблю. И не помню, что относится к программе, а что нет. В школе мы проходили господа Головлёвы, сказки проходили «Премудрый пескарь», «Карась-Идеалист». Но описание воды, тины, коряк указывает лишь на место действия, в отличие, скажем, от Тургенева, у которого пейзаж создаёт настроение. Без пейзажа нет Тургенева. А Салтыкова-Щедрина совсем другое дело. Значит, вопрос неправомерен. Обсуждая Салтыкова-Щедрина, я бы лично говорил не о пейзаже. Согласен. У Салтыкова-Щедрина пейзаж не самый интересный. Но, Серёжа, не институт поступает к тебе, а ты поступаешь в институт. Не ты, а они ставят вопросы. Для дедушки. У тебя была одна задача – поступить в институт. Ей надо было подчинить всё. А вместо этого начали с твоей обычной «От чего? Почему?» «Правомерен ли такой вопрос?» «Ну что это такое? Ведь ты же уже не ребёнок!» «Возьми ещё одну рубашку». «Хватит двух. А шерстяные-то носки зачем?» «Возьми на всякий случай». «Катастрофы, конечно, нет. Отдохнёшь пару недель у деда, вернёшься, поступишь на работу, в будущем году опять будешь сдавать. Но меня волнует твоя инфантильность». «Ну, вероятно, ты прав. Можно было наградить всякую всячину. И про поля, и про леса, и про деревеньки, и про просёлки. Я уже нащупал ответ и мог что-либо наболтать. Но я предполагал, что экзаменатора интересуют мои действительные знания». «Хм. У человека спрашивают, что такое прямая линия. Ответ ясен. Это кратчайшее расстояние между двумя точками. Вместо этого человек начинает распространяться об Эвклиде, Лобачевском, Эйнштейнек. Говорит умно, эрудированно. Но упорно не желает ответить так, как должен. Что делать экзаменатору? «Ну, если в этом парне он не угадывает будущего Ньютона, то поставит пару». «Поступая в университет, я думаю, Ньютон ответил бы на этот вопрос. Просто. Прямая линия – это кратчайшее расстояние между двумя точками». «Ну, это не совсем так. Есть еще и другие определения. Но, повторяю, ты прав. Следовало как-то выкручиваться. А я не сумел. Не сориентировался. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Выдем им рабочим! Это несколько неожиданно для меня! Я пришёл пока выяснить ситуацию! Не в министр же занимаешься? Нужна тебе работа. Поступай! Не нужна они отнимают. Люде время. Видали его? На переговоры пришёл, а? Вы меня не так поняли! Я хочу обменять права и сразу сесть за руль! Ну, нас обменяешь. Напишем в автоинспекцию, а пока гравий покидай. Такой здоровый парень, а лопаты боишься Лопаты я не боюсь. Ну зачем же я буду терять квалификацию? А возьмите меня слесарем. Я слесарем работал. Где? Где ты работал слесарем? В школе, на автобазе, на школьной практике. Высокая квалификация. Ну хорошо. Пиши заявление. А на чё им писать? На моё. Начальнику ДСУ-3. Воронову НП. Ну учти. Слесарь на повременке много не заработаешь. И жить придётся в вагончике. Слесарь всегда должен быть под рукой. А можно и в вагончике. Вот расчёты по 119 километру. Я, значит, пойду по участку. Ну, кажется, и всё. Завтра выходи на работу. Угу. Да, а в каком вагончике я буду жить? Нет, видали его? Спальное место ему подавай. Нет, ты сначала поработай, заслужи. А потом требуй. До свидания. КОНЕЦ Крепку забыли. Вечный период. Как там у тебя? Тяга полетела. Вот пару болтов осталось затянуть. Долго еще. Серега, как там у тебя? Все. Стой! Куда ж ты прешь? Не видишь, что ли? Здравствуйте. Что нашли, ребята? Я в доле. А ты что собираешься делать? Сравняю. Подожди, не торопись. Виктор Борисович, мязница вон где он будет лежать? Над дорогой, под дорогой. Ладно, в активе не лежала. Я лежала. Может, рядом с ним. Чой! Стоим! Что случилось? Да на солдатскую могилу наткнулись. Андрей хочет срезать, а инженер не позволяет. Ну и правильно, что не позволяет. Вот. Обойди это место. Завтра пришлю землекопов, перенесем в могилу. По штакетнику и по звезде видно, что за могилой кто-то ухаживал. Вообще, надо хозяин найти. Ну, не на Камчатку же перенесем. Придет, хозяин найдет. Да и нет никакого хозяина. Нет. Хорошененников. Хорошененников. Хозяин есть. Есть хозяин. Хорошененников, поди к сюда. Юра, поезжай в город, поспрашивай, чья могила. А у кого я буду спрашивать? У местных жителей. А почему именно я? Потому что ты сам местный. Я не местный. У тебя здесь бабушка. Не бабушка, а дедушка. Тем более. Здесь весь город. Три улицы. Во. Найдешь хозяина, скажи, пусть перенесет в могилу. Что надо, поможем. Юра, Юра, поди сюда. Подбрось его в город. А кто же за меня работать будет? Ну, я думаю, на твою бульфитацию мы за ним и найдем. Не найдешь хозяина, зайди в военкомат. Скажи, мол, наткнулись на могилу, пусть пришлют представителя. Понял? Понял. Пошли. Долго лежать будем? А может, он на третий заход пойдет? Много рассуждайте, рядовой Огородников. По машинам! В труфу малость? Было маленько. Кабину прошил, гад. Это он специально за тобой гонялся. Который тут думает, Лыков? А Лыков, э, он куда? Уполз. Да не уполз, а рассредоточился. Интервал тридцать метров. Не отставать! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Но почему именно я должен ходить по домам и спрашивать, чей покойник на дороге? Хозяина могилы всё равно не найти. Нет никакого хозяина, всё заросло травой. Вкусная сметана. Можно я ещё возьму? Да, конечно. Бери сколько хочешь. Воронов нарочно дал мне такое нелепое поручение. Повозись, мол, походи. На трассе ты особенно не требуешься. Он сразу меня не взлюбил. Не знаю почему. Почувствовал, наверное, что он мне не нравится. Властный, категоричный. Насмешливый. Каждую минуту ждя от него подвоха. Да, солдатских могил тут много. Бои здесь тяжёлые шли. Некоторые могилы раскопали, а останки перенесли в братскую могилу. А это, значит, здесь осталось. Ладно. Не горюй. Пойду поспрашиваю. Ловко это у тебя получается. Не морщинки. Будешь в армии служить, тоже научишься. Ты отдыхай. Попробую помочь твоему горю. Как в сказке. Не горюй, Иванушка. Ложи себе спать. Будет исполнено твоё желание. Вот, вот. Ходили мы с подругами на могилу эту, пока подруги живы были. И одна я ходила. А теперь вот душа болит. Лежит один в чистом поле. А что делать? Совсем больна стала? Не двигаются ноги. Не то, что на могилку. Магазин спустится, и то проблема. Кругом люди, а я одна. По ночам во всех углах трещит. А что трещит, не пойму. А может быть сверчок? О сверчке я даже мечтаю. Только не знаю, где достать. В ЖЭК надо заявку подать. Сверчками ЖЭК заведует. Эй, милый. Да в ЖЭКе слесаря не допросишься. А ты говоришь сверчка. Эй, эй. А как фамилия этого солдата? Эй, милый. Кабы знала я его фамилию. Нет у него фамилии. Знаем, только закидал гранатами немецкий штаб. Разгромил в чистую. Разгромил немецкий штаб? Как же такой героический поступок остался неизвестным? А откуда ему быть известным? Кто видел? Мы-то знаем. Да никто нас об этом не спрашивал. Пригнали нас немцы ночью. Он ничком лежал. Выкопали мы яму. А они его туда испихнули. Когда молодая была, я искала фамилию. Интересовалась. К Михееву ходила. Михею-то знаешь? Я тут никого не знаю. Есть тут у нас такой Михеев. Сады богатые держит. У него войну. Наш раненый солдат прятался от немцев. К Агаповым тоже ходила. У них тоже наш солдат был. Только ничего я не узнала. Никто ничего не знает. Были солдаты и ушли. А какие вещи от него остались, я в школу отдала. Музей их. А что осталось? Какие вещи? Да какие вещи у солдата? Известно. Кисет табачный, зажигалка. Фотография была. Фотография? Этого солдата? На ней пятеро солдат. А какой из них в могиле, кто знает. Дело-то ведь ночью было. Зайди в школу, посмотри. Я Наташке отдала. Наташке Фроловой. Она в соседнем доме живет. Сережа, перестань. Сережа, отойди от Наташи. Как тебе не стыдно. Ну, успокойся. Ну, успокойся. Сережа, перестань, я тебе сказала. Дора Степановна, Наташка твоя дома? Когда она дома бывает? На репетиции она со своей мельницей. Тут ее молодой человек спрашивает. По делу она ему нужна. Пусть в школу сходит. В школе у них репетиция. Пусть в школе у них репетиция. Скажите, пожалуйста. Чего тебе сказать? Нет, ничего, спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лёша, подожди. Ну, подожди, ну. Ну, какофоник какая-то, ребят. Во-первых, ударник. В два раза тише. Теперь. А тебе чего? Здравствуйте. Я с дорожно-строительного участка. А, концерт, танцевальный вечер. Какое число? Нет, я по другому вопросу. Мне нужна Наталья Фролова. Это я. На трассе найдена могила неизвестного солдата. Мне нужно посмотреть его вещи. Те, что тебе передала Софь Павловна. Они в штабе следопытов. Обратись к ним. А я давно уже этим не занимаюсь. Но ведь в школе сейчас никого нет. Вот и приходи через неделю, когда начнутся занятия. Тогда тебе всё и покажут. Через неделю задерживается строительство дороги. Простаивает техника. Большой рабочий коллектив бездействует. А ты не можешь оторваться на 10 минут и показать мне его вещи. Ладно, от этого типа, видимо, не отвяжешься. Покажи им. Ну, идём. Только побыстрее. М-м-м. Субтитры создавал DimaTorzok А кто эти солдаты? Эти солдаты погибли в наших местах. Мы нашли их родственников. Наверное, это было чертовски трудно? Да, это было сложно. А про солдата, похороненного на трассе, вам ничего не удалось узнать? Нет. Вели розыск, но он ничего не дал. Вот его вещи. Это что, картинка детского лота? Да. Про макашка? Угу. А что такое ПРБ-96? Это название ремонтной части. Их уже не существует, и найти её невозможно. Вот когда часть строевая, полк, дивизия, тогда легче. Вот этих солдат мы через их части нашли. Ну, всё? Всё. Слушай, а почему вы эти вещи храните в шкафу, а не выставляете их? А что в них интересного? Зажигалки и кесеты у нас и другие есть. А фотография? Нам же не удалось узнать ни одной фамилии. Все на ней безымянные. Тоже мало интересного. Да, слушай. Дай мне фотографию. Зачем? Ну, должен же я отчитаться перед начальством. А то скажут, не ходил. Я ведь лицо должностное. И потом, может быть, нам удастся что-либо выяснить. Ладно. Только верни. А как же, завтра же? А где ты живёшь? Дом я знаю, а вот квартира. Какая разница? Принеси в школу. Мы каждый день сейчас до трёх репетируем. Понимаешь, днём я работаю, а вот вечером я бы... А вечером передай через Сэф Павловну. Понятно. А почему ваш ансамбль называется «Мельница»? Мы исполняем в основном народную музыку. Собираем её в нашей области. Наша первая песня называлась «Мельница». Слушай, это очень здорово. Вот я много слышала ансамблей. И все кому-то подражают. Одни Аба, другие Бонни М. Ну, всё вторично. А если вы используете народную музыку, тем более свой местный фольклор, значит, у вас должна быть своеобразная, самобытная программа. А можно ваш ансамбль пригласить к нам на участок? На концерт или на танцевальный вечер? Поговори об этом с Сашей. А это ваш руководитель? Ага. Да, слушай. Мне Суфь Павловна сказала, что солдат, похороненный на трассе, разгромил немецкий штаб. Это правда? Не знаю. Кажется, что-то такое она мне говорила. Ещё вопросы есть, я спешу. Да вроде нет. Ну, пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Не послышу. Субтитры создавал DimaTorzok Видишь, доползли. Чё ты с этим выком водишься, Тошный? Я пустообрю. Товарищ Стешина, я бывал в этой ПРБ. Тут порядки такие. Кто прибыл без сухого пайка, тех посылать на протпункт в город. Вам выдан сухой паёк. А кто тут знает? Город всё-таки. Корюков называется. Женский пол имеется. Цивилизация. Много берёте на себя, рядовой Лыков. Обстановку докладывай, товарищ Стешина. И без тебя есть кому принять решение. Груши. Давайте свои командировочные. Да, возьмите-ка фотографии. Лыков-то высунулся, герой. Надо бы написать, чего на память. Чего писать? Лицо твое есть, чего тебе ещё? Ну так положено, товарищ Стешина. Положено написать что-нибудь на память друг о друге. Люблю, целую. Не забудь, Маруся. Ну зачем так? Вот прибыли на ПРБ-96, так и надо написать. Будем помнить ПРБ-96. И число, дату. Память останется. Ладно. У кого почерк хороший? Вакулин, возьми мою, подпиши каждому. И раздай. Ну-ка, Старшина, помоги радиатор потащить. Иди ты. Где командир ПРБ, капитан Стручков? Ну, я, капитан Стручков. Докладывает старшина Бакарёв. Прибыл из отдельного армейского автобата. Доставил пять машин в ремонт. Очистить машины от грязи, что блестели, как ваши сапоги. И ставьте под навес. Будет исполнен, товарищ капитан. Разрешите обратиться с просьбой, товарищ капитан. Люди с передовой, товарищ капитан. С первого дня, можно сказать. Позвольте в город сходить. В баньке помыться, письма послать. Купить кое-что по мелочи. Завтра вернёмся. Очень просят люди. Идите. Завтра к вечеру быть здесь. Опоздание самого. Понял, товарищ капитан. Завтра к вечеру быть здесь. Да, иди сюда. Алло, мама. Аккармировка. Мама. Сколько я у тебя просил? Ну, сколько я просил? А ты мне сколько просил? Как тебя? Ну, я же тебе... Ты меня можешь поздравить. Ну, сходи к дареванию. Пусть соседшей попонадёт. Давайте. Что ты никак не сопросил? Спасибо. Ну что, стопы, конечно. А сколько? ПРБ? ПРБ. Ну давай, давай, конечно. Владимир Петрович, пришлют по либературу сегодня обещанному. Пришлют, будет, будет. Сколько раз вы уже говорите. Будет. Ждать сколько можно. Сколько я уже жду. Честно с вами? Ты солью просил. Дайте поесть спокойно. Серега, иди к нам. Роженников. Пойди сюда. Садись. Ну что, узнал? Узнал. За могилой ухаживает Смирнова, Софь Павловна. Вернее, ухаживала. Теперь она больная, ей трудно ходить так далеко. Кто похоронен? Этого она не знает. Неизвестный солдат похоронен. Она знает только, что при немцах он закидал гранатами немецкий штаб. А женщинам сказали закопать его. Среди его вещей была вот эта фотография. Она передала ее с другими вещами школьникам. Они вели розыск. Но фамилию солдата узнать не смогли. Но он один из тех, кто на фотографии. В общем, тетку нашли, она ничего не знает. Фотографии есть, а кто похоронен, неизвестно. Ну а что же немцы фотографии к ней забрали? Да зачем она им? Старшина красавица. Нормально. Как вы считаете, Люда? Для нашей Люды один красавец. Юра. Он для нее Шаляпин плюс Собинов. А вас я тоже считаю красавцем. Спасибо. Пожалуйста. Могилу завтра перенесем. Твоя миссия окончена. Во-первых, мне нужно вернуть эту фотографию. Мне ее дали на один день. А во-вторых, мне нужно зайти к человеку по фамилии Михеев и к женщине по фамилии Агапова. Во время войны у них прятались наши солдаты. Ну и что? Ну, может быть, они что-нибудь знают? Нет, видали его, а? То совсем идти не хотел, а то бежит не остановишь. А кто за тебя работать будет? Мы свое дело сделали, а остальным пусть занимаются школьники, военкомат, кому положено. Нет, ну если этот солдат на самом деле герой, разгромил немецкий штаб, тогда стоит поискать. Герой не герой, а найти его невозможно. Сорок лет прошло, да и стоит ли искать? На войне погибли миллионы. О живых надо думать. Да. Вот мы, ну, кому до нас дело? Сидим тут, как медведи. Чего вы тянете? Хоть бы какое-нибудь культурное мероприятие. Даже телевизору нет. Вы же прикажете вам балет или оперу привезти? Балет не надо и оперу не надо. А вот я пригласить не мешала бы. Да. Что за вя? Вокально-инструментальный ансамбль. Вокально-инструментальный ансамбль. Вокально-инструментальный. Да. Да где я тебе его возьму? В Корюкове есть такой ансамбль. Мельница называется. Мельница-кофейница. Между прочим, я говорю, серьезно. Точно, точно, в Корюкове есть такой ансамбль. Он занял первое место на международном конкурсе. Не знаете, им же деньги платить надо. А что, деньги у нас на культурную работу есть? А ты вообще молчай. А у меня с тобой особый разговор предстоит. Тоже мне, понимаешь, дон Жуан нашёлся. И кончай по деревням шастать. А то те хребет сломают и правильно сделают. Ну, это мы ещё посмотрим, кто кому. А вас, между прочим, вообще не касается. Вечером я не на работе. А-а, касается. Это на конфетной фабрике. Кончил работу, пришёл домой и выкаблучивай, как можешь. А здесь мы на виду. Здесь у нас не только работа, здесь у нас дом. И за ваш моральный облик я отвечаю не только в рабочее время, но и в нерабочее. Будешь в городе, узнай условия этого ВИА. А могилу мы завтра перенесём, чтобы дороге не мешало. Аккуратно. Всё как полагается. Ну, чё плетёмся? Пошли быстрее. А куда спешить? Невеста тебя ждёт в городе. А что, может и ждёт. Он ещё парень молодой, может жениться. Так, Лыков, жениться не хочешь? Так я уж три года как женат. Ну, заливай. И молодец. Рано жениться, детей вовремя вырастить. Сейчас ребята у меня большие. Один в ремесленном, другой в школе. А вспоминаю их маленькими. Спать их бывало уложишь, а они всё не угомонятся. Головки с подушек поднимают, как ёжики. Младший Валерик, добрый, жалостливый. Кошек собак любит. Какой птенчик из гнезда выпал, обратно положит. Доктором будет. Дети, цветы жизни. Максим Горький сказал. Ещё я читал в одной книжке, видно, в чём написал профессор. Детям надо давать самостоятельность. Ну, сейчас, конечно, трудно, война. Но ведь ко всему приспосабливается детский организм. Голоду не приспособишься. У тебя самого-то дети есть? Да не пришлось обзавестись. Ну вот, рассуждаешь. Баранишь, как барана. Ты сам откуда, Огородников? Из Ленинграда. Семья, значит, в блокаде. Жена. Трое детей. Да, трудно с детьми. И без детей худо. Да, и на Кузнецком работал, и на магнитке. В араке. Особенно не разгуляешься. Тем более с детьми. Выходит, вы заслуженный человек, товарищ Краюшкин? Все пятилетки объездили. Довелось. Представляли меня к медали за трудовое отличие. Да бумаги где-то затерялись. Все думали, получит Краюшкин медаль. А он не получил. Смеху было. А ну тихо. Краюшкин медаль. Особенно. Особенно. Эй, мы, вояки, деревяшки испугались. Ты что, дура, делаешь? А если б я тебя дурёху подстрелю? Ой, напугал. Неуместны такие шутки, девушка. Ты откуда взялась? Из Фёдоровки, из деревни. У вас в деревне все такие весёлые? Для кого весёлые, для кого и нет. Назвали бы её, как Сидорову козу. Ух ты! Строгий такой, боже мой. Меня деда учил перед каждым взрослым. Назвать тебя как? Зовут тебя как? А? Нюра. Нюра меня зовут. Товарищ Стэшина, чем в город тащиться, пойдём в деревню, а? Непорядок. Отпрашивались в город, надо идти в город. Ну да. А до города 12 километров. Так и будем таскаться туда-сюда. Зачем на дерево забралась? Козы боюсь. Бодается. Рядовой Огородников. Отвязать козу и припроводить в населённый пункт. Я тебе посмелюсь. Малый косос. Не надо для того помолоть найти. А что ж ты сделал? Ты с фронта заходил. Давай-давай, крутись. Ну, сам. Лыков, Краюшкин. Взять животное и доставить к месту назначения. А ты слезай. Проводишь нас в деревню. Рядовой Огородников. Отправили сразу. Отправили сразу. Хорошо. А ты печалки не сказать-то всего. Ну, может быть, иногда и бывает. Вон какие. А вот то, что ты в жапке не слушаешься. Это очень сложно. Это наш бригадир Клавдия Филипповна. Привет начальству. Здравствуйте, наши защитнички. Есть предписание остановиться в вашем населённом пункте. Поживем день-другой. Ну, а примите хорошо, продолжим знакомство. Поскольку мы тут по соседству долго еще будем, много нам не надо. Крыша над головой, постель. Постель-то широкую потребуется? Это уж какую постель, эти. Еда у нас своя, так что в этом смысле не обременима. И затопить баньку. Для солдата банька второе удовольствие в жизни. А первое? Первое? С прекрасным полом побеседовать. Баньку можно затопить. Только вот беда, воду с реки таскаем. Засорился колодец, сруб совсем сгнил. Прошлым летом хотели починить, вот уж и бревна заготовили. А тут война. Теперь чинить некому, мужиков в деревне всего один. Вон он. Не можем мы последним мужиком рисковать. Все ясно, товарищ Клавдия. Нет, а посмотри, вот здесь, вот сюда, вот эти веточки. Вот эти веточки. Макулин! Ягородников! Минуточку. Очистить колодец от посторонних предметов. Выполнять. Лыков, Краюшкин. Заготовить новые венцы. Гражданское население попрошу заготовить ведра, веревки в нужном количестве. Топоры и пилу. Это мы мигом. А ну-ка, бабоньки, пошли. Настя, Мария. Ступайте, затопите баньку. Хорошо. Чисто живете? Мне приятно. Одна живу, мусорить некому. У нас в деревне тоже аккуратно живут. Я из Сибири. Село Бакари не слышали? Нет. Места у нас глухие, но люди живут культурно. Какой у вас нож страшный. На фронте без холодного оружия, как без рук. Скоро вы фрицев-то прогоните, а? Точную дату назвать не могу, но думаю, что в будущем году войну закончим успешно. Сейчас на фронте положение слоеного пирога. Нет, какого такого пирога? Тут мы. Тут фрицы. Опять мы? Опять фрицы. Вопрос в том, кто кого в котел возьмет. Все от вас зависит. От нас? От того, как тыл будет сочувствовать фронту. О, за отвагу. А в чем отвага-то была? Все-то вам знать надо. А что, военная тайна? Вот именно. Могу рассказать только близкому человеку. Тебе сколько лет-то? Двадцать три. А мне скоро тридцать. Самый возраст для женщины. Молодой. Красивый. Любят тебя, наверное, девки. Любили когда-то. Теперь не знаю. Полюбят еще. Такую, как вы, мечталось встретить. Вон, небось, в сумке-то полно фотографий. Показал бы свою девушку. Какую девушку? У меня письма только от матери. И фотография у меня только одна. Снялись мы всей командой. Военный корреспондент снял. Он известный корреспондент. Для правды, для известий снимает. Мы его подбросили по дороге. Он нас и снял. Могу оставить на память. Если взамен свою дадите. Ну, у меня фотографии старые. Я на них молодая, непохожая. Подарите. Прошу убедительно. Продумаем. Пойдем, миленький, посмотрим, как там у колодца. Да вы о колодце не беспокойтесь. Все будет сделано согласно предписанию. В армии приказ командира, закон. Люди там работают, а мы тут. Неудобно, пойдем. А ну, брысь отсюда. Чистая. Прошу произвести дегустацию. О, хорошая вода. Чистая H2O. Чего-чего? H2O по ученому означает лимонад. Эй, солдаты! Готова банька-то! Ну, ребята, идите, парьтесь. Попрошу местное население убрать территорию в смысле санитарии и гигиены. Завтра, товарищи, кладем сруб. Попадите, как бы пенчик соорудить, а? Да уже все Мария приготовила. Да. Эй, эй, а Ваня здесь останется? Ишь, побежали париться. Поднять наверх рядового Вакулина. Держи. Сейчас, Ваня, сейчас вытащим тебя. Держись, Ванюша. Помогай воротам. Так. Не дергай, не дергай. Вот он, и Ванечка. Давай, 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 давай. Вот на какие жертвы идет геройский советский солдат во имя тыла. А вы чуть-чуть что отодвигаетесь. Я уже не помню, как галбайк-то был. Так. Хорошо, ребята. Давай, давай, веселее. Глаза попал. Побриться бы надо. И так красивый. Был бы еще красивее. Не твоим мощам чудеса творить. Это не так, Огородников. Людей не любишь. А за что тебя любить? За длинный язык? Хотя бы. Если бы не я валялся бы сейчас на ПРБ под своим машиной. О, на-ка, смотри. А ну-ка мне дали сюда. Еще. Есть женщины на фронте и в медицинской службе, в войсках связи и по другим военным специальностям. Героические, можно сказать, женщины. Но выпьем за доблестных женщин тыла, которые, как говорится, своим трудом, своими руками обеспечивают нашу армию, выполняют самую тяжелую мужскую работу. Пожелаем вам, дорогие женщины, чтобы поскорее вернулись домой ваши мужья, отцы, братья и сыновья. И вам, ребята, желаю, чтобы выполнили свой долг достойно и вернулись домой живые и здоровые. По моим вкусовым качествам, лучше простой деревенской еды ничего нет. А вкусовые качества бывают у пищи, а не у человека. Значит, по моему вкусу. Деревенская пища, она хоть и грубая, но полезная. Замечательно, у вас деревня. Душа радуется. Ну, деревня у нас обыкновенная. Только и славились мы до войны одними, песнями. А вот песни у нас пели и старинные, и какие поновее. Из Москвы, из Ленинграда ученые люди приезжать записывали. А ну-ка, Мария, запивай. А вот вечер вечереет, Ой, не идет ко мне, мой милый, Ой, пойду, пойду к нему сама. Ой, не идет ко мне, мой милый, Ой, пойду, пойду к нему сама. Вот иду, а сердце мноет, Да все ближе подхожу. Подошла я до крылечка Ох, достала у окна Подошла я до крылечка Ох, достала у окна Ну что, готово? Сейчас. На днях в Корюков приезжает комиссия ГАИ, знаешь? Знаю. Боишься? О чем мне бояться? Я уже раз сдавал, и не где-нибудь в Москве. А в сущности, я меняю любительские права на профессиональные, и все. Но все-таки спрашивать будут по всей строгости, учти. Все. Поехали. 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 ПЕСНЯ 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 И так же сурово солдатки стоят, Невесты и вдовы ждут с фронта солдат. В дожди и метели их матери ждут, Где войны шумели, ромашки цветут. А небо, как небо, струится под ним, Дым с запахом хлеба отечества дым. Рассветы, закаты и песни плывут, А где-то солдаты, солдаты идут, А где-то солдаты, солдаты идут. Прощай, безвестная душа солдатская. Пусть земля тебе будет пухом. Пусть земля будет пухом. Пусть земля будет пухом. Пусть земля будет пухом. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!